Здравствуйте! Я Лилия Тениева. Буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. 10 тысяч зрителей за два дня посетили уникальные исторические реконструкции и душоновские маневры. В рубрике «Из века в век» постираем и погладим, как раньше. Поэт, писатель, драматург, автор «Облако в штанах». Культ Просвет снова уходит на улицы, чтобы задать вопрос. Начнем с одного из долгожданных событий лета. Душоновские маневры 2016 прошли на поле в селе Душонова. Уже 18-й фестиваль исторических реконструкций собрал более 10 тысяч зрителей за два дня. Все, кто посетил мероприятие, смогли воочию наблюдать за рыцарскими турнирами, участвовать в различных мастер-классах, насладиться выступлениями артистов и, конечно, оценить масштабные реконструкции Первой мировой и Великой Отечественной войн. Среди всего многообразие зрелищ. Зрителям было из чего выбрать. В первый день всех пришедших ожидали настоящие боевые турниры. Здесь и рыцари, и бои различных эпох. Яркие стилизованные образы привлекали внимание. Каждый мог ощутить прикосновение истории. На этот уже 18-й фестиваль «Душоновские маневры» приехали любители, ценители, зрители, все, кто неравнодушен к истории в ее наглядном проявлении. Около 400 реконструкторов из Белоруссии, Чехии и России, более 10 тысяч зрителей. В течение двух выходных дней на поле села Душонова воочию можно было увидеть турниры различных эпох, конные выступления, бои, поучаствовать в мастер-классах, отведать различных яств из конной кухни, узнать о традициях нашей культуры, да и просто насладиться теплыми, даже жаркими деньгами с пользой. Щелковский край, земля богатая, и здесь природные ландшафты несут не только имущественную, но и в первую очередь историческую ценность. Познать свои корни, проникнуться событиями эпохи и судьбами предков можно, только зная и понимая историю своей страны. Пожалуй, этой фразой можно описать цель фестиваля. Узнать о событиях эпохи, получив в том числе ремесленные навыки, могли все желающие. Параллельно на площадке развернулись настоящие исторические сцены. На поле демонстрировали и рассказывали об одном из самых противоречивых и сложных периодов нашей истории – гражданской войне. Вот уж поистине показательный пример того, как внутренние распри могут пошатнуть, если не разрушить, самое крепкое государство. Тема войны, пожалуй, самая животрепещущая. Обращаясь к ней, в первую очередь надо понимать, истории не имеется слагательного наклонения, но, несомненно, одно – это пример того, что жизненно необходимо извлекать уроки из тех событий. И во многом подобное позволяет сделать фестиваль «Душоновские маневры». Прониклись историческими реконструкциями зрители фестиваля. Да и как не проникнуться? На каждом шагу можно было в прямом смысле прикоснуться к истории. Экспонаты под открытым небом манили и взрослых, и детей. Те и другие с любопытством пробовали свои силы в стрельбе из различных видов оружия. На фестиваль приехали гости из разных городов, во многом для того, чтобы и самим посмотреть, и своим детям показать. Так житель Липецка Александр Коршунов в первый раз приехал на маневры и привез своих сыновей. Признается, фестиваль производит сильное впечатление. Здорово реконструкция событий исторических, для детей развития, чтобы они знали, что такое история. Одно дело на словах мы рассказываем, а здесь на практике они все пощупали. У меня старший сын Матрека, например, он не различал, что такое каска советского солдата и что такое каска немецкого солдата. Вот сейчас визуально почувствовал, потрогал, ручками пощупал. Все здорово. И недаром душоновские маневры называют одним из самых масштабных мировых мультифестивалей. Если честно, эмоции переполняют. Я вчера приезжал, сегодня приехал уже в более расширенном составе семьи. Даже показать детям. Такое нужно показывать вообще населению. Прям, это знаете, наверное, вместо мультфильмов и сериалов нужно показывать вот это. Интересный фестиваль показался всем от мала до велика. Продолжение, как говорится, следует. Сама инсценировка боев очень интересная. Сейчас идем вторую смотреть. Как вы считаете, такие фестивали важны? Важны. И надо чаще проводить разные мероприятия такие, чтобы народ отвлекался от всех политических идей. Вот именно вот так и надо вести жизнь. Вирус режиссуры. Когда-то подхватив его, героиня рубрики «Жизнь в искусстве» навсегда прониклась миром театра. Сегодня, впрочем, как и всегда, Елена Смирнова, основатель театральной студии «Балаган», ныне режиссер театра «Кураж» признается. Постановки спектаклей и мероприятий. Ее любимое занятие, ее труд, ее призвание. Что тут скажешь? «Жизнь в искусстве». Как так получилось, что именно режиссура? Знаете, все как-то само собой. Когда начала работать в Доме культуры, начала с завмассовым отделом и организовала клуб «Старшеклассник». И вот на базе такого клуба, на тех ребятах, девчонках, мы стали делать какие-то представления, участвовать в мероприятиях, организовывать праздники. Ну, так и пошло. Так началась активная, бурная, творческая жизнь Дома культуры поселка Биокомбината, который на многие годы стал для Елены Смирновой вторым домом. Там ее всегда ждали. Постановки, праздники. Это работа. Работа в удовольствии. Надо сказать, что режиссерскую профессию Елена Валентиновна получала в довольно сознательном возрасте. До поступления в высшее училище культуры она, как и многие жители поселка Биокомбинат, работала на предприятии. «Щелковский биокомбинат». «Я никогда не планировала здесь работать. И вот так сложилась судьба, что действительно это мое». Режиссура – дело ответственное. В своем роде симбиоз творчества и жесткой дисциплины. И с тем, и с другим у нашей героини все в порядке. Самое главное, как и в любом деле, это дело, собственно говоря, любить. «Было бы желание, потому что получаешь своеобразный адреналин от контакта с актерами, которые с тобой работают, с молодежью, с детьми. И это очень здорово, это помогает. И ну раз выходишь на сцену и думаешь, не знаешь, вот что ты сейчас будешь с ними делать. И вдруг откуда-то раз, получается, и все идет так, как ты хочешь». «Это вопрос вдохновения получается?» «Я думаю, да, где-то так. Ну, вдохновение, наверное, плюс к тому еще работа над образами, работа над сценарием». Трудно сказать, сколько постановок на счету Елены Валентиновны в копилку работ попал, к примеру, и мой выпускной. Вот уж точно могу сказать. В этом человеке уникально сочетается твердая волевая режиссерская рука с практически материнской заботой. А как она умеет по-хорошему заразить задумкой и помочь с воплощением? «Но я хочу сказать, что выпускники получают такой вирус вдохновения и с удовольствием работают. Тем более, что все талантливые. Вот без исключения все дети, взрослые, которые, уже взрослые, я считаю, выпускники, они талантливы». Театр «Балаган» – еще одно детище Елены Смирновой. Основанный на базе клуба «Старшеклассник», он стал уже не просто самостоятельным коллективом, а сплоченным миром единомышленников. Первая наша работа как раз открылся в первый фестиваль театрального творчества в нашем Щелковском районе «Театральная весна». И мы были его в числе первых участников. И как раз как-то прям даже не то, что неожиданно, но получили лучшую литературно-музыкальную композицию. Конечно, она, может быть, была не такая лучшая, как хотелось бы, но вот именно с этими ребятами. И потом мы решили, что надо иметь название свое. Очень долго думали, как же нас назвать. Нам помогли, потому что всегда у нас люди такие крикливые, какие эмоциональные. Ну и решили назвать «Балаганом». Оставив биокомбинатовский клуб, Елена Валентиновна теперь работает в Чикаловском доме офицеров. Но театральное дело не оставляет. Студия «Кураж» под ее руководством готовит новые спектакли и постановки. Как человек профессиональный, Елена Смирнова в своей работе зачастую обращается к классике. Ведь именно на классических произведениях растет как актер, так и режиссер. Современная молодежь, она как-то немножечко бывает далековато от нашей классики. Но те люди, которые сейчас около меня, они с удовольствием, с желанием ставят, участвуют вот именно в таких спектаклях. Это лучше. Я считаю, что лучше классики нет. От классических произведений до современных музыкальных спектаклей. Вот репертуар, над которым работает сегодня коллектив «Кураж». И все это проходит под профессиональным, строгим, наблюдательным и творческим руководством Елены Смирновой. Каждая хозяйка знает, что такое стирка и глажка. Но согласитесь, современным дамам несказанно повезло. Освежить кучу белья сегодня за нас может профессиональная стиральная машина. Да и процесс глажения стал более комфортным. Рубрика «Из века в век» сегодня посвящена таким вам новым рутинным, но при этом довольно необходимым бытовым делам. Сегодня мало кто догадывается, что когда-то в древние времена у людей не было стиральных машин. И пользовались они вот таким куском мыла. А еще наши бабушки пользовались вот такой доской. Сегодня мы расскажем об истории стирки. Ох и нелегко было женщинам в далекие прошлые века. Как же стирали на Руси, чем пользовались наши бабушки при стирке белья? Оказывается, пользовались они вальком и скалкой. Сколько сил и труда надо было положить, чтобы белье и одежда вновь засияли чистотой. Стирка белья исконно была чисто женским делом. Более того, одно из первых женских профессий. С ранней весны до глубокой осени стирали в проточной воде на открытом воздухе, стоя на коленях, на деревянных мостках. Мостки для полоскания белья зачастую превращались в своего рода женский клуб, где шлепанье мокрого белья происходил интенсивный обмен новостями. Любой появившийся мужчина изгонялся из женского царства мокрой тряпкой. В дружной радости собравшихся женщин. Сначала белье кипятили дома в котле, отжимали, а затем несли корзину к реке или к пруду. Стирая белье, у реки прачки интенсивно обменивались новостями. Разные народы использовали разные способы стирки, но все они приблизительно были одинаковыми. Сначала белье замачивали в холодной или горячей воде, затем терли, били, колотили по плоским камням. Или на мостках на берегу реки полоскали, выжимали и сушили. Ставили на целый день или на ночь, сверху клали кирпич, нагретый в печи. Да, белье от горячего кирпича кипело. Таким образом фактически отстирывалось, а потом задача женщины прийти на проточную реку и выполоскать белье от золы. А это валек, старинный деревянный ручной инструмент для ускорения и облегчения процессов стирки и полоскания белья. Существуют и местные названия, даваемые вальку. Например, варда, колотилка, лапта, протомойник, пральник. Валек представляет собой деревянную пластину с короткой ручкой, предназначенной для хвата одной рукой. Ну хорошо, вот допустим. Летом это видно, понятно. А в холодное время года-то вот как они? Холодно, а что делать? Стирали. И это было одной из причин ранней смертности женщины. Тяжелого физического труда от стирки. Вот это сложно. Сейчас женщине современной очень тяжело понять, что такое стирка в ледяной воде, потому что, как правило, горячая вода в квартирах есть. Если процесс стирки наших пра-пра-пра-бабушек мы можем воспроизвести частично, то как стирали в советское время, многие до сих пор помнят. Использовали для этого хозяйственное мыло, вот такую доску и тазик. Она скучать не дает никогда, и любят песни деревни и сёга, и любят песни большие города. Производством стиральных машин в СССР занимались преимущественно предприятия оборонного комплекса, но подавляющему большинству их просто некуда было поставить. Люди жили в бараках и коммуналках. В малогабаритных хрущевках для них тоже места особо не было. Белье приходилось кипятить в огромном баке, выворке. Если не каждый раз, то через раз. Надо отметить, что первый механизм для стирки белья был официально зарегистрирован в 1856 году. В развитии стиральных машин было и применение мотора, бензинового двигателя, внутреннего сгорания или электродвигателя. Изобретатель стиральной машины, запатентованный в 1910 году, Фишер, вошел в историю как создатель нового класса электробытовой техники. Машина имела деревянный барабан, который совершал по 8 вращений, то в одну, то в другую сторону. Для того, чтобы привести механизм вращения барабанов в сцепление с валом электродвигателя, в нижней части машины имелся рычаг. Все придаточные механизмы машины открыты, а безопасности в те времена не слишком заботились. В 1930-х годах в стиральных машинах появляются механические таймеры и сливные насосы с электрическим мотором. Сначала стиральные машины были не автоматизированы активаторного типа. Активатор – это вращающийся диск. В 1950-х годах стиральные машины обретают функцию отжима, центрифугирования. В середине 20 века стирку удалось автоматизировать. Появились барабанные стиральные машины, машины с фронтальной и верхней загрузкой, с функцией отжима и сушки выстиранного белья. Стиральная машинка была доступна не всем семьям, потому повсеместно стали открываться общественные прачечные. Машинки были оснащены отверстиями, куда посетители прачечных сбрасывали монеты. Во времена кризиса ландроматы стали особенно актуальными, и их стало появляться все больше и больше. В 1978 году создана стиральная машина с системой управления на основе микропроцессора. А в середине 90-х годов разработаны стиральные машины, позволяющие реализовывать огромное число программ стирки. От утомительной и многоступенчатой ручной стирки до многофункциональной современной стиральной машины. Вот так развивалась история стирки. А возможно, через каких-нибудь 100-200 лет современные стиральные машинки покажутся нашим потомкам чем-то допотопным. А ведь согласитесь, так приятно доставать из шкафа чистое и аккуратно выглаженное белье. А что, если приходится гладить не одну-две кофточки, а целую кипу белья? Как с этим процессом справлялись раньше? Чем пользовались наши бабушки и прабабушки в домашнем хозяйстве для того, чтобы выгладить выстиранное? В прежние времена они столько гладили, сколько катали белье. Чем? А вот чем. Рубель и скалка. Рубель представлял собой прямоугольную доску с рукоятью. На нижней стороне были вырезаны, вырублены поперечные скругленные зарубки. А верхняя лицевая сторона зачастую украшалась резьбой. Декоративные элементы мы видим на различных рубелях. Они несли также функцию оберега, то есть защиты. И также носились вензеля, то есть первые буквы, допустим, имя, фамилия, отчество. Да, конечно же, нарубили. Для того, чтобы погладить, хозяйка складывала одежду, скатерть, полотенце вдоль, стараясь придать ей ту же ширину, что и у скалки. И оборачивали ими скалку, образуя тугой сверток. Рубель клали сверху и от края стола прокатывали вперед, размягчая и разглаживая льняную ткань. Катали. И это был механический способ глажения. Катка белья требовала определенных физических усилий от женщины. Но не стоит думать, что приход в деревенские дома металлического утюга сделал процесс глажения более легким. Они использовались для хлопчат и бумажной ткани, для шерсти, шелка и, конечно же, крушевных красивых ленточек. Сегодня утюг можно увидеть в каждом доме. А раньше в деревенской жизни был вещью дорогой и редкой. И часто служил показателем благосостояния. Технология глажения по сравнению с катанием белья рубелем была даже более трудоемкой. Различали два основных типа утюга – портняжный и прачечный. Хотя в ходу в домах были те и другие. Портняжный утюг, по сути, был остроносым бруском из чугуна с ручкой. Его накаляли на огне и осторожно брали прихваткой за ручку, чтобы не обжечься. Такие утюги были самых разных размеров. От совсем небольших для глажения мелких складок на одежде до гигантов, поднять которые мог только мужчина. Портными, как правило, и были мужчины, и работать им приходилось с очень плотными тяжелыми тканями. Это утюг угольный. Сюда закладывается уголь. Вот таким образом. Утюжок открывается, мы закладываем угли. Дальше мы утюжок закрываем. Открываем вот такой засорчик. И угли разжигаем. То есть разжигается просто вращение? Да, мы вот так размахиваем утюг, попадает в воздух, благодаря которому угли разгораются. Утюг становится горячим. Здесь хорошо, ручка деревянная. Были, конечно, ручки без деревянного элемента, поэтому нужна была еще тряпочка, прихваточка. И уже можно гладить. Вот здесь из трубы будет носить дым. Вы только представьте себе хозяйку, которая раскачивает увесистое чугунное сооружение. Да, сноровка у наших бабушек была недюжинная. Да и сила тоже. Задумайтесь, самый легкий утюг весил 2,5-3 килограмма среднего размера в пределах 4-5. Ну а самый большой, портняжный гигант 12 килограмм. Поройтесь, поройтесь, может быть и откопаете в каком-нибудь бабушкином сундучке подобное богатство. Кто бы мог подумать, что от тяжелого чугунного утюг превратится в легкий и компактный. Вот такая интересная трансформация. После чтения в Большом театре поэмы о Ленине зал аплодировал ему 20 минут. На этой постановке присутствовал лично Сталин. Поэт стоял у истоков советской рекламы. За рекламную деятельность подвергался критике со стороны некоторых современников. Его музой была Лиля, Лиля Брик. Ах да, совсем недавно был его день рождения. Рубрика «Культ просвет» о Владимире Владимировиче Маяковском. Кто такой Владимир Маяковский? Это писатель и поэт. Маяковский? Ну, поэт. Да, кажется, он писал. Советский. Ну, много, много разных интересных. Вам строчек вспомните? Я достаю широких штанин. Дальше. Что-то там, документ какой-то там. Облако в штанах. Кто автор? Маяковский, естественно. Человек достаточно интересен был, неординарен. Много было у него экспромтом выдавалось. Ну, к примеру, когда ему высказали, у него было массивное кольцо на пальце, ему высказали, Маяковский, зачем вам это кольцо? Оно вам не к лицу. На что он ответил, именно потому что оно не к лицу. Я ношу его на пальцы, а не на носу. Во время одного из выступлений, насколько я знаю, у него вышел из ряда человек и пошел к выходу. Демонстративно, не прячься там, ничего. На что Маяковский среагировал моментально, выдав, что это за из ряда вон выходящая личность. Маяковский Владимир Владимирович, драматур, киносценарист, кинорежиссер, киноактер, художник, редактор журналов «Лев», «Левый фронт», «Новый лев». Свободно владел грузинским языком, участвовал в революционной демонстрации, читал агитационные брошюры. Ростом поэт был около двух метров. Стихи Маяковского в основном предназначались для устной декламации. Его эпатажные произведения «Нать и вам» были рассчитаны как раз на авторское чтение для определенной аудитории. Февральская революция, впоследствии Октябрьская, были первоначально восприняты Маяковским скорее как выплеск стихийных сил. Поэт приветствует не просто социальный переворот, а обновление всей тверди, мироздание в целом, а значит и искусство. Пьеса «Мистерия Буф» была написана и поставлена к первой годовщине Октябрьского переворота самим автором. Были у Маяковского и опыты в области кино. Всего им снято три фильма. Маяковский выступил в роли сценариста, режиссера и актера. Впоследствии Владимир Владимирович неоднократно писал киносценарий, часть которых была реализована. В 1919-м Маяковский перевирается из Петербурга в Москву, где начинает активно сотрудничать в Роста. Оформляет и как поэт, и как художник для Роста агитационно-сатирические плакаты «Окна Роста». Вышло первое собрание сочинений поэта «Все сочиненное Владимиром Маяковским». Организовал группу «Лев», «Левый фронт искусств», «Толстый журнал». В группу входили как литераторы, Маяковский, Пастернак, Осеев, Третьяков и филологи, Шкловский, Брик, так и представители других областей искусства. Являясь штатным или внештатным корреспондентом множества советских газет, Маяковский часто писал стихи к определенным событиям, датам агитационного пропагандистского содержания. Как журналист и как рекламный представитель Треста Моссельпром, он довольно часто бывал за рубежом. Буржуазная действительность также становилась темой пропагандистских стихов. Вспомните, например, строчки «Ешь ананасы, рябчиков жуй». Также много писал и для детей, но вспомните, например, «Кроха сын к отцу пришел» и так далее. Маяковский много ездит за границу, Латвия, Франция, Германия. Он пишет очерки и стихи о европейских впечатлениях. Совершая поездки по Советскому Союзу, он выступает в различных городах с чтением собственных стихов. Обязательным элементом таких вечеров были ответы импровизации на записки из зала, сопровождающиеся шутками, рассчитанными зачастую на самый невзыскательный вкус. В эти годы поэт публикует такие произведения, как «Товарищу Нетто, пароходую человеку», «По городам Союза», рассказ «Летейщика Ивана Козырева». В конце 20-х Маяковский вновь обращается к драматургии. Его пьесы «Клоп» и «Баня» написаны для театра Мейрхольда. Они сочетают сатирическое изображение действительности тех лет с развитием излюбленного мотива Маяковского «Воскрешение и путешествие в будущее». Провал выставки, спектакля по пьесе «Баня» в театре Мейрхольда, трение с коллегами, опасность потери голоса, которая сделала бы невозможным публичным выступление, неудачи в личной жизни стали причиной того, что 14 апреля 1930 года Маяковский покончил с собой. Ну и, конечно, невозможно не упомянуть тему любви, так мучившую и без того метущуюся душу поэта. Самой роковой и сильной привязанностью, подарившей Владимиру Владимировичу поэтическое любовное настроение, была безоговорочная и пылкая страсть к Лиле Брик, жене его коллеги Осипа Брика. Ей он посвятил прекрасное одноименное стихотворение. Несколько последних строчек отражают всю суть их отношений и жизни самого поэта. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя каранавал, что душу, цветущую любовью, выжег. И суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих, сухие листья ли, заставят остановиться, жадно дыша. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. На сегодня это все. Помните, лето в самом разгаре. Проведите его культурно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok